МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"А утро с нами проводит Галина Куликова, директор Ростовского областного музея краеведения". Галина, доброе утро. У нас сегодня замечательный повод, День музеев. Мы поздравляем вас с праздником. Хочется спросить, отмечаете в коллективе или в музее? Украшаете, может быть, цветочками, чтобы тоже приятно ему было. Спасибо вам за поздравления. Да, конечно, у нас утро начинается уже празднично, потому что в 10 часов я поздравляю коллектив. Мы вручаем благодарственные письма, почетные грамоты своим сотрудникам, которые успешно работали в течение всего года от имени администрации музея, от имени Министерства культуры Ростовской области. Это праздничное небольшое мероприятие. Друг друга поздравляем. И дальше у нас начинается рабочий день. Наш праздник, он особенный тем, что если в праздник люди обычно отдыхают, то мы в праздник, наоборот, работаем с повышенной энергией. Мы открыты, мы всех ждем, мы всех поздравляем со своим праздником. В честь этого праздника, получается, проходит российская акция Ночь в музею. Правильно она называется? Да. Она будет у нас в субботу. Правильно я понимаю? Да. И как она проходит? Вот в чем вообще самая главная идея и задумка Ночь в музее? Традиция эта довольно давно уже появилась. Еще в 70-е годы в Европе стали проводиться такие акции для привлечения людей в музеи, для популяризации своих коллекций. И, собственно говоря, Ночь ее стали называть с 2005 года. Это французы такое придумали. Все с удовольствием поддержали. Весь мир поддержал. Мы тоже все очень активно поддержали. И вот с тех пор мы проводим такую акцию, такое мероприятие. Традиционно программа начинается, ну, вечером, где-то в 18 часов. Хотя мы в этом году начинаем с 16 часов, немножко пораньше. Потому что немного раньше заканчиваем. Мы заканчиваем 22 часа. Поэтому всех предупреждаю, что это ночь, которая заканчивается 22 часа. Этому есть разные причины. Но, тем не менее, и за это время можно узнать очень много интересного и прекрасно провести время. Поэтому будет предложена огромная программа, очень обширная. Для всех, подчеркиваю, категории населения. Можно прийти с семьей, можно прийти с друзьями. Интересно будет детям, интересно будет молодым людям. Будет интересно людям зрелого возраста. В общем, это для всех. Мы открыты и мы всех ждем. А это акция бесплатная для всех? Или какой-то взнос нужно внести, минимальный, может быть? Вход в музей будет платным, как в обычный выходной день. Но за эту плату вы получаете нахождение в музее сколько угодно времени. И вас будут обслуживать экскурсоводы. В любой зал можно прийти, послушать экскурсию. А во дворике будет проводиться очень большая программа бесплатно. Это будут и бесплатные чаепития из самовара настоящего огромного. Это будет очень интересный спектакль вечером, когда уже стемнеет. Потому что там будут специальные звуковые и световые эффекты. Очень интересная стакан интрига, которую мы пока не будем раскрывать. Программа кино есть. И это будет такой спектакль очень интересный. Прежде всего, конечно, молодым, креативным. Так что это можно получить часть услуг. То есть можно, не заходя в музей, я правильно понимаю, прийти во дворик даже и посмотреть на эту культурную программу абсолютно бесплатно. Каждый год что-то новое придумываете для этой ежегодной акции? Да, конечно. Каждый раз разное, потому что каждый раз эта ночь имеет свою тему. И в этом году, в связи с тем, что объявлен год наставника-педагога, мы тоже как-то под эту тему немножко свою программу выстраиваем. И в этот раз мы тоже много интересного расскажем. В частности, мы всегда делимся новой информацией о поступивших новых коллекциях. И потом будет очень интересная презентация новых золотых находок, которые мы получили. Огромная коллекция. Ее еще никто не видел сразу, хочу сказать. То есть первыми будут те, кто придут в 18 часов в субботу. Увидят первые. А в 18 или 16? В 18. Это мероприятие будет 18. И они не только увидят эту коллекцию первыми, но и смогут пообщаться с людьми, которые ее раскапывали. То есть непосредственно первыми ее увидели. Две с половиной тысячи лет эти предметы пролежали в земле, и вы первые, кто их увидит. Захотелось. Конечно, да. Мы будем проводить мастер-классы для детей, для того, чтобы пока взрослые смотрят что-то, дети могли, скажем, порисовать на дереве. И когда они во время мастер-класса займутся этим рисованием по дереву, то они потом смогут унести этот сувенир с собой. И поверьте, это более ценный сувенир, нежекупленный магнитик в нашей кассе. Затем будут интересные экскурсии, в частности, экскурсии пешеходные по Ростову, и пешеходные экскурсии по вечернему Ростову. Будет вариант и вечерний, и дневной. То есть вы сможете увидеть. А можно и туда, и туда, да. То есть тоже это будет очень интересно. Ну и, конечно, будет интересная программа. И мы, собственно, начинаем праздновать уже сегодня, 18 мая. Вот у нас будет проведена презентация нашего сборника. Музей с 1939 года издает свой сборник. Да, он издает свой сборник. И вот мы 25-й сборник выпускаем. И вот будем делать презентацию этого сборника. Музей – это не только развлечение, это не только какой-то праздник. Но музей – это, прежде всего, очень познавательно. Музей – это большая научно-исследовательская работа, атрибуция предметов. И вот в этом сборнике, в частности, в 25-м, можно узнать содержание всех 25 сборников. Поэтому я думаю, что он очень быстро станет библиографической редкостью. То есть предыдущий не надо покупать, можно все отсюда узнать? Нет, здесь можно узнать, в каком сборнике что напечатано. И нашими авторами являются не только наши сотрудники. Это и доктора, профессора наук, профессора, это Южно-научный центр Академии наук, это ЮРГУ, это наши друзья. К слову о коллегах, можно поздравить всех, как раз немного времени у нас остается с этим потрясающим днем. Пожалуйста, поздравляйте. Дорогие коллеги, дорогие музейщики, дорогие наши друзья, мы поздравляем вас от имени музея с праздником, с нашим профессиональным Днем музеев. И желаю, чтобы всегда в вашей жизни был мир, было здоровье, чтобы ваши открытия все были только самыми замечательными, чтобы все ваши посетители были благодарными. С Днем музеев! С праздником! Еще раз сегодня Галина Куликова, директор Ростовского облазного музея Кровини, у нас в гостях сегодня была. Аира с Геной, наоборот, решили отправиться в музей. Полные плечи. Ген, мы уже там. Доброе утро всем! Доброе утро, Рита, Никита. Галина Николаевна. Всем, да. Галина Николаевна, пока вы там, мы немножко прогуляемся по вашей территории. Ну, аккуратненько, мы пылинки с цветочков поздуваем. Мы находимся сейчас на территории Ростовского областного музея Краеведения. Вы только что видели две каменные бабы здесь есть. Якорь сейчас еще старинный. Старинный. Вообще, это здание на Большой Садовой 79 всем хорошо известно, но именно здесь музей расположился в 1951 году. Ну и в целом, этот музей является крупнейшим на юге России, потому что его коллекция насчитывает аж 200 тысяч экспонатов. Ну, около там, плюс-минус. В голове не укладывается. Я вообще не понимаю, как это можно все за один раз осилить. Ну, поэтому не один раз надо быть в этом, побывать в этом музее. Я, к слову, был единожды, это было очень давно, лет, может быть, 10 лет назад. Да, именно здесь. Я был здесь, потому что прочитал, что древние кемерийцы жили на территории Новочеркасска. Кто? Прости, можно ли? Кемерийцы, такая древняя цивилизация. Мне стало очень интересно. Я приходил, да, смотрел до предыдущего, честное слово обещаю, честное слово обещаю. Вообще, ходите по музеям, берите своих детей сейчас в период летних каникул. Обязательно. У нас огромное количество музеев на территории Ростовской области. Это концов-ночь музеев 20 мая, как уже было. Россия и моя история. Только один этот музей, чего стоит. Поэтому не упускайте свою возможность, гуляйте, наслаждайтесь и вообще такое потрясающее сегодня утро. Просинитесь в хорошем настроении и идите дарить его окружающим. Просыпайтесь, дарите и смотрите выпуск новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова